Всем привет из Неаполя! Сегодня я Татьяна Блогер. Расскажу вам и покажу место, где в течение уже двух недель идут неаполитанцы почтить память безвременно ушедшего кумира и бога футбола Диего Армандо Марадонны. 25 ноября 2020 года весь Неаполь всколыхнула волна печали от известия о смерти кумира Диего Марадонны. На улице Виа Мануэли де Део в самом сердце испанских кварталов находится самая большая и известная фреска Марадонны на всю стену дома. Как раз по центру головы выходит окно. Толпы людей идут сюда, чтобы почтить память чемпиона. Как же Марадонна стал символом любви неаполитанцев? Подобно Аргентине, давным-давно Неаполь тоже выходила из трех мрачных катастрофических десятилетий, которые начались с коррупции и спекуляции в 1960-х годах. За ней последовала холера в 70-х, а затем снова землетрясение в 80-х годах. На момент перехода из знаменитой Барселоны в клуб Неаполя известный футболист Марадонна был совершенно без денег, да еще и обвинен в употреблении кокаина. В общем, такой себе аутсайдер. Но в июле 1984 года комаристами знаменитой Фарчеллы, есть такой район в Неаполе, Марадонна был куплен за 13,5 миллионов лир в клуб Неаполя. На стадион Сан-Паула, где проходила презентация кумира, пришли более 70 тысяч болельщиков, каждый из которых заплатил за вход по 1000 лир. Марадонна, скажу вам, мог быть Марадонной только в Неаполе, потому что он отождествлял себя гением и одновременно проклятием этого города. За короткий срок Марадонна сколотил свой костяк игроков и бомбардиров. И в 1990 году команда Неаполя выиграла вместе с Диего Армандо Марадонна два чемпионских титула. В успехах клуба, конечно, Неаполя не было никакой системы. Голая страсть, энтузиазм и невероятное мастерство гения и его друзей. Уйти из клуба Неаполя кумиру пришлось по той же причине, по подозрению в употреблении наркотиков, но уже с деньгами. Заслуга Марадонны, конечно, состоит в том, что он сумел завоевать всеобщее восхищение и, прежде всего, привести к согласию все социальные классы города, что случалось очень-очень редко. Но и разгадка культа Диего кроется в том, что с самого начала он оказался своим, похожим на простых неаполитанцев, людей со сложным характером и плохих мальчика сложными судьбами. 5 июля 2017 года он получил почетное гражданство от муниципалитета Неаполя. После смерти Марадонны мэр Неаполя объявил, что стадион, на котором проходила презентация впервые Марадонны, будет переименован в честь Диего Арманды Марадонны. Ну и что я могу сказать в конце, что Неаполь и Диего объединяют две составляющие — это чувства и эмоции, а еще, безусловно, любовь неаполитанцев. Поверьте, я говорю это, потому что видела, как на самом деле переживают потерю своего кумира неаполитанцы, как они плачут, как они переживают и как они печалятся об утере. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была я, Татьяна Блогер из Неаполя. До новых встреч! Пока-пока!